Ну, наконец-то, наш эфир продолжается после Дашиного позитивного сюжета. Хочется улыбаться, смеяться и хочется сходить на КВН. Но КВН был вчера, пока мы, наверное, с тобой вели эфир. Но, тем не менее, эфир тоже вести приятно, а с тобой очень даже весело. Но главное, чтобы он еще и был информативным. Например, как сейчас, потому что в нашей студии уже появился гость, с которым мы обсудим очень важные вопросы и проблемы. Рамиль Агишев, заместитель начальника по пожарной охране в Республике Крым. Хотелось бы с вами поговорить на серьезные темы. Это предновогодняя, предновогодняя суета. Все стремятся быстро-быстро за хлопушками, за пиротехническими какими-то салютами. Как правильно пользоваться? Давайте начнем немножко. Я, как человек уже старой закалки, всегда интересуюсь самым главным – елкой. Елку ведь все хотят поставить, а учитывая то, что это дерево хвойное, оно имеет повышенную горючесть. Как правильно поставить елку, чтобы она не сгорела? Во-первых, я хотел бы обратить внимание телезрителей, ну и вас в первую очередь, конечно же, на то, что елки нужно устанавливать в местах, которые не затрудняют эвакуацию, то есть в эвакуационных проходах, в эвакуационных выходах, нежелательно их устанавливать. При использовании каких-нибудь гирлянд, пользоваться, конечно же, только сертифицированными изделиями и не кустарного производства. Запрещено пользоваться неисправными гирляндами, ну и желательно, конечно же, где-то поблизости иметь какие-то первичные средства пожаротушения. Ну, в основном это огнетушитель, конечно. А вот выбирая елку, что менее горючая, натуральная елка или елка силиконовая? Вы знаете, и та, и та очень горючий материал, и такая елка. Поэтому я думаю, что выбирая елку, нужно, наверное, руководствоваться внутренним убеждением, кому какая больше нравится. Ну, отлично вы ставите елку? Ну, конечно, дома. Какая же у вас елка? Силиконовая или на стоянке? А, силиконовая. Но у вас все всегда по правилам максимально? Конечно же, да. Ну, если честно, скажу, что у меня дома есть даже огнетушитель. Не у всех они есть, почему-то в автомобилях люди используют, потому что требуют, да, правила. А дома использовать почему-то не хочется. И нижняя, как сказать, низкая культура безопасности приводит к тому, что, к сожалению, часто приходится прибегать к тому, чтобы вызывать экстренные службы. Ну, знаете, сейчас, кстати, есть такие гирлянды, они современные, которые можно даже не выключать, потому что они, ну, вообще производители предполагают, что они не могут дать никаких, не скоротить ничего. Вы знаете, любая техника, это все же таки техника, и поэтому я думаю, что все-таки, когда вы уходите из дома, ну, не стоит оставлять электрические приборы включенными в сеть, тем более, если это елка, это все-таки повышенная пожароопасность. Ну, вот теперь начнем все-таки. Ну, наконец-то, к салюту, к салюту самому красивому, потрясающему. Просто меня этот вопрос волнует очень сильно, потому что каждый год мы запускаем такие салюты. Любит зажигать по полной, как говорится. Кроме того, что несите все огнетушители, когда я зажигаю. Ну, по поводу пиротехники могу сказать следующее, что в Евро-Азиатском таможенном союзе есть пять классов опасности пиротехнических средств. С первого по третий, то есть первый, второй, третий, есть свободные продажи, а четвертый и пятый уже для профессионального использования. Что касается пиротехники, конечно же, хотелось бы... Чем отличается первый класс от третьего? Опасностью, ну, то есть, ну, как сказать, например, ну, наверное, количеством заряда и всех остальных... Бенгальский огонь к какому относится? Ну, первому. Ну, я, к сожалению, не являюсь суперспециалистом в пиротехнических изделиях, но то, что знаю, могу рассказать. Для того, чтобы не было беды, конечно же, лучше использовать в малолюдных местах, в местах, как бы, массового скопления людей, то есть на елках, на всяких массовых гуляниях, желательно не использовать пиротехнические средства, потому что это, прежде всего, опасно. Если пиротехническое средство не сработало, хотелось бы отметить то, что не стоит пытаться его разобрать, поджечь с другой стороны, потому что, знаете, говорят, сапер ошибается один раз. Саша, мне кажется, для тебя это максимально полезная информация, просто вспоминая случай в прошлом году, когда Саша после полуночи все бокалы пусты и уже готов запускать салют, даже не выходя из дома. Но на самом деле серьезная тема. Почему? Потому что многие запускают какие-то салюты прямо с балкона. Ну, я считаю, это не есть правильно, потому что есть инструкции, в которых сказано, как, где и каким образом вообще можно использовать данное пиротехническое средство. То есть прежде чем его использовать, нужно обязательно взять инструкцию и прочитать, как? Конечно же, еще хотелось бы отметить, что не стоит приобретать на стихийных рынках пиротехнические средства. Они, конечно, там зачастую намного дешевле, но есть лицензированные магазины, это не реклама, просто потому что это прежде всего безопасность, которые имеют разрешение на продажу всякого рода пиротехники, поэтому я думаю, что лучше все-таки заплатить немножечко больше, но безопасность прежде всего. Ну, то есть, смотрите, выйти во двор недостаточно просто. Нужно уйти в какое-то место, наверное, где нету растений, где нету домов, где запускать? Вы знаете, любое пиротехническое средство имеет инструкцию. Там сказано, есть как бы рекомендации по его использованию, запуску любого вида батарей пиротехнических или еще что-нибудь. Поэтому желательно следовать именно этой инструкции. Амир Вахитович. Да, и на завершение, к сожалению, беседа подходит к концу. Скажите, пожалуйста, лично вы используете Новый год фейерверки? Конечно же, да, ну почему бы и нет. Мы тоже люди, тоже пользуемся, почему бы, ну вполне. У вас много общего с Тони в таком случае лично, спасибо. Спасибо вам большое за беседу, спасибо, что рассказали, как правильно пользоваться. Я надеюсь, что наши зрители будут действительно очень тщательно подходить, во-первых, к выбору пиротехнических средств, вообще в любом случае будут читать инструкцию всегда и везде. Ну а я напоминаю, что в гостях у нас был Рамиль Агишев, заместитель начальника по пожарной безопасности в Республике Крым. Продолжение следует...